Роберт Шекли. Опытный образец. Посадка едва не окончилась катастрофой. Бентли знал, что тяжелый груз на плечах нарушает координацию движений. Однако он и не подозревал, насколько серьезно нарушение, пока не настал критический момент, когда он нажал не на ту кнопку. Звездолет камнем устремился вниз, когда в последнюю секунду Бентли чудом выровнял его, под ним на равнине уже была выжжена черная проплешина. Звездолет коснулся почвы, покачнулся и замер, вызвав у Бентли мгновенный приступ тошноты. Впервые в истории человек приземлился на планете Тельс-4. Первым делом Бентли принял солидную дозу шотландского виски, отпущенного ему в сугубо медицинских целях. Покончив с виски, Бентли включил передатчик. Миниатюрный приемник он носил в ухе, которая из-за этого страшно зудела, а микрофон был вмонтирован в горло хирургическим способом. Портативная система гиперпространственной связи настраивалась автоматически, и это было к лучшему, ибо Бентли понятия не имел, как ловить столь узкий радиолуч на столь чудовищном расстоянии от источника. Все в порядке, сообщил он по радио профессору Слигерту. Планета земного типа, как и сообщалось в отчете разведчиков. Горабль Целеханик. Счастлив доложить, что при посадке я не свихнул себе шею. — Ну, естественно! — отозвался профессор Слигерт. Голос его, искаженный маломощным приемником, казался высоким и невыразительным. — А протект? Как вы себя в нем чувствуете? Привыкли? Бентли ответил. — Нисколько. По-прежнему чувствую себя так, словно мне жернов на шею повесили. — Ничего, приспособитесь! — заверил его профессор Слигерт. — Ну-с, институт поздравляет вас, а правительство, по-моему, награждает какой-то медалью. Помните, теперь ваша задача — побрататься с аборигенами и, по возможности, заключить с ними хоть какое-нибудь торговое соглашение. Важно создать прецедент. Эта планета нам необходима, Бентли. — Знаю. — Желаю удачи. Докладывайте при каждом удобном случае. — Ладно, — пообещал Бентли и прекратил передачу. Он попробовал встать, но из первой попытки ничего не вышло. Бентли ухитрился подняться, лишь ухватившись за ручки, удобно расположенные над пультом управления. Только тут он оценил размеры пошлины, взимаемые невесомостью с человеческих мускулов, и пожалел, что за время долгого полета от Земли делал зарядку нерегулярно. Бентли был молод, высок, выше шести футов росту, беспечен и крепко сбит. На Земле он весил более двухсот фунтов и передвигался с грацией от лета. Однако в полете на него с первых мгновений навалилось бремя добавочных семидесяти трех фунтов, безвозвратно и намертво закрепленных на его спине. При таких обстоятельствах он двигался, как престарелый слон в слишком тесной обуви. Бентли повел плечами в широких пластиковых лямках, скорчил гримасу и подошел к смотровому окну правого борта. Неподалеку, примерно в полумиле, виднелось селение. На горизонте коричневыми пятнами вырисовывались невысокие домишки. По равнине, направляясь к кораблю, двигались какие-то точки. «Очевидно, селяне решили выяснить, что за странный предмет свалился к ним с неба, изрыгая огонь и издавая устрашающий рев. Приятное зрелище!» Сказал себе Бентли. «Не прояви инопланетяне любопытство, было бы трудно наладить с ними контакт, а ведь в Земном институте межзвездных исследований предвидели и такой вариант, хотя решение его не было найдено. Поэтому его и вычеркнули из списка возможных ситуаций. Селяне тем временем приближались. Бентли решил, что пора и ему приготовиться. Он вынул из футляра лингвосцен и не без усилий привязал ремнями у себя на груди. На одном боку он пристроил флягу с водой, на другом пакет с пищевыми концентратами. На животе укрепил сумку с набором инструментов. К одной ноге пристегнул ремешками радиопередатчик, к другой – санитарный пакет. Полностью экипированный, Бентли нес на себе в общей сложности 148 фунтов, причем каждая унция считалась для межзвездного исследователя необходимой и незаменимой. То обстоятельство, что он не шагал, а скорее брел, пошатываясь, значения не имело. Тем временем туземцы подошли к кораблю и окружили его, допуская неодобрительные замечания. У жителей Тельса было две ноги и короткий толстый хвост. Чертами лица они походили на людей, но людей из кошмарного сна. Кожа у всех была ярко-оранжевого цвета. Бентли заметил, что туземцы вооружены. Перед ним мелькали ножи, пики, каменные молотки и кремниевые топоры. При виде этого боевого арсенала по лицу Бентли разлилась улыбка удовлетворения. Вот оно, оправдание неудобством. Вот почему нужны были 73 фунта, которые с момента запуска оттягивали ему спину. Чем именно вооружены аборигены, неважно, пусть хоть ядерным оружием. Причинить ему вред они не могут, так утверждает профессор Слигерт, глава института, изобретатель протекта. Бентли открыл смотровое окно. Тельяне испустили крик изумления. После минутного колебания лингвасцен перевел эти крики так. «Ох, ах, как странно! Невероятно нелепо, чудовищно! Непристойно!» Осторожно неся 148 фунтов в поклаже, Бентли спустился по трапу с внешней стороны борта. Туземцы выстроились вокруг дугой, держа оружие на готове. Он приблизился к туземцам. Те отпрянули. Приятно улыбаясь, Бентли сказал «Я пришел к вам как друг». Лингвасцен воспроизвел резкие гортанные гласные телианского языка, похожие на лай. Казалось, Бентли не очень-то поверили. Копья остались на весу, а один из телиан, возвышающийся над всеми остальными и увенчанный красочным головным убором, взял топор на изготовку. Бентли ощутил, как тело его пронзила легчайшая дрожь. Он, конечно, неуязвим. Пока на нем протект, с ним ничего не случится. Решительно ничего. Профессор Слигерт в этом убежден. Перед запуском профессор Слигерт собственноручно застегнул протект на спине Бентли, поправил лямки и отступил, любуясь своим творением. «Превосходно!» Провозгласил он с тихой гордостью. Бентли шевельнул плечами с огбенными под ножей. «Тяжеловато. Вы не находите?» «Что поделаешь?» Ответил Слигерт. «Это же прототип. Опытный образец. Чтобы уменьшить вес, я испробовал все мыслимые транзисторы, легкие сплавы, печатные схемы, лазерные силовые узлы и все такое. К сожалению, первые модели всех изобретений обычно громоздки. Во всяком случае, можно было придать ему более обтекаемую форму!» Возразил Бентли, заглядывая через плечо. «Обтекаемость приходит гораздо позднее. Сначала концентрация идеи, затем компактность. Далее расширение функций и, наконец, красота. Так всегда было. И так будет. Возьмите пишущую машинку. Сейчас это просто клавиатура, почти плоская, как портфель. Однако бабушка нынешней пишущей машинки работала с ножными педалями, а поднять ее было не под силу и двоим. Возьмите прибор для глухих, ведь раз от раза он сбрасывал целые фунты. Возьмите линква-сцен, который вначале представлял собой сложнейшее электронное устройство весом в несколько тонн. «Окей», – перебил Бентли. «Если лучше не умеете, сойдет и так. А как его снимают?» Профессор Слигерт улыбнулся. Бентли закинул руки за спину. Пряжка что-то не отыскивалась. Он бестолково подергал наплечные лямки, но и те никак не отстегивались. Выползти из протекта тоже не удавалось. Бентли оказался все равно, что в новой, дьявольски тугой смирительной рубашке. «Ну же, профессор, как от него избавиться?» «Этого я вам не скажу». «То есть как?» «Протект неудобен, не правда ли?» Лукаво спросил Слигерт. «Вы бы гораздо охотнее летели без него». «Вы правы, черт побери!» «Ну, ясно. Знаете, в войну солдаты нередко бросали на поле боя ценное снаряжение. Оттого, что оно было громоздким или неудобным. Мы не можем рисковать вами. Вы отправляетесь на чужую планету, мистер Бентли. Вы подвергнетесь совершенно неведомым опасностям. Необходимо, чтобы вы были защищены все время». «Я знаю», – ответил Бентли. «Но у меня хватит здравого смысла самому решить, когда надевать эту штуку». «Хватит ли? Мы выбрали вас, потому что вы находчивый, жизнеспособный, сильный и, разумеется, в какой-то степени сообразительный человек. Однако...» «Благодарю». «Однако все эти качества отнюдь не предрасполагают вас к осторожности. Что если туземцы покажутся вам дружелюбными, и вы решите снять тяжелый, неудобный протект? А вдруг вы неправильно оцените обстановку? Такое легко может произойти на Земле. Подумайте, насколько вероятнее, что это случится на незнакомой планете?» «Я сам могу о себе позаботиться!» – упорствовал Бентли. Слиггерт угрюмо кивнул. «То же самое утверждал Эдвуд, отправляясь на Дюрабеллу-2. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. Нет никаких известий и от Блейка, и от Смита, и от Коршула. Можете вы отразить удар ножа в спину? Есть у вас глаза на затылке? Нет, мистер Бентли, у вас их нет. Зато у протекта есть». «Послушайте», – сказал Бентли. «Хотите, верьте, хотите, нет. Но я уже взрослый человек, наделенный чувством ответственности. Находясь на поверхности чужой планеты, я буду носить протект непрерывно. А теперь покажите, как он снимается». «Вы, кажется, чего-то не поняли, Бентли. Если бы речь шла только о вашей жизни, вам бы разрешили идти на тот риск, какой вы сами считаете допустимым. Но мы ведь рискуем и звездолетом, и оборудованием, а все это обошлось в несколько миллиардов долларов. Более того, ваш полет задуман как испытание протекта в пространстве. Единственный способ убедиться в результатах – заставить вас носить протект не снимая. А добиться этого можно только таким путем – не сообщать вам, как он снимается. «Мы должны получить результаты. Вы останетесь живы, помимо своей воли». Поразмыслив, Бентли ворчливо согласился. «Наверное, окажись туземцы достаточно дружелюбными, я бы не устоял перед искушением и снял протект». «Вас избавят от такого искушения. Принцип работы вам понятен?» «Еще бы», – сказал Бентли. «А протект действительно проделает все, что вы наобещали. Лабораторные испытания он прошел идеально. Мне очень не хочется, чтобы там закапризничала какая-нибудь мелочишка. Вдруг предохранитель выскочит или проводка оборвется. Вот одна из причин его громоздкости», – терпеливо разъяснил Слигард. «Тройное дублирование. Механические неисправности полностью исключаются. А источник энергии при работе с предельной нагрузкой его хватит на сто лет и более. Протект совершенен, Бентли. Я не сомневаюсь, что после этого полевого испытания он превратится в стандартное снаряжение всех межзвездных путешественников». Тут профессор Слигард позволил себе чуть улыбнуться горделивой улыбкой. «Ладно», – сказал Бентли, расправляя плечи в широких пластиковых лямках. «Уж как-нибудь привыкну к нему». Однако он так и не привык. Человек не способен привыкнуть к тому, что ему на спину взвалили жернов весом 73 фунта. «Телиани» никак не могли постигнуть пришельца. Они спорили между собой несколько минут. И все это время Бентли сохранял на лице вымученную улыбку. Наконец, один из «Телиан» выступил вперед. Он был гораздо выше остальных и носил особый головной убор из стекла, кости и кусочков ярко раскрашенного дерева. «Братья», – сказал «Телианин», – «здесь присутствует нечистая сила, которую я, Ринек, чую». Вперед выступил другой «Телианин» в таком же головном уборе. «Заклинателю духов не пристало говорить о таких вещах». «Ты прав», – согласился Ринек. «Не подобает громко говорить о нечистой силе в ее присутствии, ибо от этого она крепнет. Однако же на то и существуют заклинатели, чтобы вовремя заметить злых духов и истребить их. Наш долг, невзирая на опасности, продолжать нелегкий труд». Тогда от толпы отделились еще несколько человек в особых головных уборах. Тоже, очевидно, заклинатели духов. Бентли понял, что это телианские жрецы или шаманы. Скорее всего, помимо духовной, в их руках сосредоточена и значительная политическая власть. «Не думаю, чтобы это была нечистая сила», – заявил молодой веселый с виду заклинатель, которого звали Гуаскли. «А кто же еще? С одного взгляда видно». «Наружность ничего не доказывает. Это известно еще с той поры, как добрый дух Агуст Макканди явился в облике. Не надо по учению, Гуаскли. Притчи Лоланда известны всем. Следует решить, можем ли мы рисковать». Гуаскли повернулся к Бентли и серьезно спросил, «Ты злой дух?» «Нет», – ответил Бентли. Сначала он был озадачен чрезмерным интересом, проявленным телианами к его духовной сущности. Даже не спрашивают, откуда, как и почему он явился. Но, собственно говоря, это не так уж необъяснимо. Если бы в эпоху господства религиозного фанатизма на Землю явился пришелец из другого мира, его, вероятно, прежде всего спросили бы, «Чье ты порождение? Господа или дьявола?» «Он утверждает, что он не злой дух», – сказал Гуаскли. «Откуда он знает?» «Если не знает он, то кто же знает?» «Однажды великий дух Геталь даровал некому мудрецу три клаля и молвил». И так далее. Под тяжестью всей амуниции ноги Бентли подгибались. Лингвасцен уже не поспевал за пронзительными выкриками в бурном богословском диспуте. Было ясно, что судьба Бентли зависит от двух-трех спорных положений, ни одно из которых заклинатели не желали обсуждать. Так как разговор о злых духах опасен сам по себе. Дело еще более запуталось из-за того, что концепция о проникающей способности злого духа вызвала раскол. В одном лагере оказались молодые заклинатели духов, в другом – старейшие. Каждая фракция обвиняла другую в отъявленной ереси. Но Бентли не мог постичь, кто же во что верует и какое именно толкование ему выгодно. Над травянистой равниной садилось солнце, а страсти все еще не улеглись. Но вот неожиданно и внезапно заклинатели духов пришли к соглашению. Хотя Бентли не понял, почему именно и на какой основе. Вперед вышел Гуаскаль как представитель младших заклинателей. – Пришелец, – провозгласил он, – мы решили не убивать тебя. Бентли сдержал улыбку. Как это похоже на примитивный народ – даровать жизнь неуязвимому существу. По крайней мере, на первых порах. Торопливо поправился Гуаскаль, перехватив хмурый взгляд Ринека и других заклинателей постарше. – Все будет зависеть только от тебя. – Сейчас мы пойдем в селение, совершим там обряд очищения и устроим пиршество. Затем мы посвятим тебя в сословие заклинателей. Никакое исчадие зла не может стать заклинателем духов. Это строжайше запрещено. Таким образом, мы сразу познаем твою истинную сущность. – Премного благодарен, – напыщенно ответил Бентли. – Но если ты злой дух, то мы должны тебя истребить. – А что должно, то и возможно. Присутствующие одобрили эту речь приветственными криками и тотчас же отправились в селение, до которого было не больше мили. Теперь, когда Бентли получил гражданство, пусть даже с испытательным сроком, туземцы проявляли предельное дружелюбие. По пути они добродушно болтали с ним об урожаях, засухах и голодных годах. Шатаясь под тяжестью снаряжения, Бентли устало плелся вместе с туземцами, но душа его ликовала. Вот уж поистине удача. В качестве посвященного он будет располагать неповторимыми возможностями. Он соберет антропологические сведения, завяжет торговлю, расчистит путь для будущего прогресса Тельса 4. От него требуется немногое. Пройти испытания при посвящении только и всего, ну и, конечно, не дать себя убить, вспомнил он, усмехаясь. Потеха. Да чего же эти заклинатели духов уверены, что способны умертвить его? Селение состояло из двух десятков хижин, образующих собою круг. Хижины были сделаны из глины и покрыты соломенными крышами. При каждой имелся огородик, а при некоторых – загончики для скота, животных вроде коров и свиней. Между хижинами сновали какие-то звери с зеленым мехом. Тельяне обращались с ними ласково, как со щенятами. Поросший травой центр круга служил площадью. Здесь находился общий колодец. Здесь же помещались алтари, где поклонялись различным богам и дьяволам. Площадь была освещена гигантским костром, и туземные женщины приготовились к празднеству. Сгибаясь под тяжестью незаменимого протекта, Бентли прибыл на пир в полном изнеможении. Он блаженно опустился на землю вместе с селянами. И праздник начался. Сначала туземные женщины исполнили для гостя приветственный танец. Это было красивое зрелище. При свете костра поблескивала оранжевая кожа. Мягко в унисон изгибались хвосты. Потом к Бентли приблизился сельский старейшина Акцип, держа в руках полную до краев чашу. — Пришелец, — сказал Акцип, — ты явился с дальней земли. Твои обычаи не наши обычаи. И все же давай побратаемся. Отведай этого питья, дабы скрепить узы братства и во имя всего, что священно. И с низким поклоном он поднес чашу Бентли. То была ответственная минута, один из тех поворотных моментов, которые способны навеки упрочить дружбу между двумя расами или превратить их в смертельных врагов. Но Бентли не мог им воспользоваться. Как можно тактичнее он отклонил символическое питье. — Но ведь оно очищено! — воскрикнул Акцип. Бентли объяснил, что табу его племени не разрешает употреблять никаких напитков, кроме своих. Акцип не понимал, что у разных людей разные диетические потребности. Например, — указал Бентли, — возможно, что на Телесе-4 в состав веществ, необходимых для жизни, входит стрихнин. Он не добавил, что даже если бы он и захотел испытать судьбу, Протект никогда этого не допустит. Тем не менее, Туземцев встревожил отказ гостя. Заклинатели духов поспешно посовещались. К Бентли подошел Ринек и уселся с ним рядом. — Скажи! — осведомился Ринек, помолчав. — Что ты думаешь о нечистой силе? — Нечистая сила? Это нехорошо! — торжественно ответил Бентли. — Ага! — заклинатель духов обдумывал это заявление, нервно постукивая хвостом по траве. Зверек с зеленым мехом, оказалось, что он называется Мабака, вздумал поиграть этим хвостом. Ринек отшвырнул зверька прочь и повторил. — Значит, ты не любишь нечистую силу? — Нет. — И не позволяешь ей действовать вблизи себя? — Ни в коем случае! — ответил Бентли, подавляя зевок. Он начал уставать от хитроумных вопросов заклинателя духов. — В таком случае ты не откажешься принять заветное священное копье, которое Кран-К-Ле вынес из обиталища малых богов. На того, кто им замахнется, снисходит благодать. — С удовольствием приму это копье! — сказал Бентли, веки которого тяжелели. Он надеялся, что это будет последняя церемония за сегодняшний вечер. Ринек одобрительно проворчал что-то и отошел. Пляски женщин закончились. Заклинатели духов затянули монотонную песнь глубокими, волнующими голосами. Пламя костра взлетело ввысь. Вперед вышел Гуаскль. Теперь лицо его было разрисовано тонкими черными и белыми полосками. Он нес древнее копье из чертова дерева с наконечником из обработанного вулканического стекла. По всей длине копье было покрыто причудливой, хотя и примитивной резьбой. Держа копье на весу, Гуаскль произнес. — О, пришелец с небес! Прими от нас священное копье! Кран К-Ле даровал его нашему праотцу Трину, наделил копье магической силой и повелел, чтобы оно явилось сосудом духов добра. Нечистая сила не выносит присутствия этого копья. Возьми же его вместе с нашими благословениями! Бентли тяжело поднялся на ноги. Он понимал, какое значение имеет подобный ритуал. Принятие копья раз и навсегда положит конец сомнениям относительно его спиритуального статуса. Он благоговейно склонил голову. Гуаскль подошел к нему, протянул копье и... С щелканьем сработал протект. Как и многие великие изобретения, он работал просто. Когда расчетный узел принимал сигнал опасности или намека на опасность, протект создавал вокруг оператора защитное силовое поле. Это поле делало оператора неуязвимым, потому что было совершенно и абсолютно непроницаемо. Однако, не обошлось без кое-каких неудобств. Если бы у Бентли было слабое сердце, протект мог бы убить его, потому что его действия, порожденные электронными импульсами, отличались внезапностью, необыкновенной мощностью и сокрушительностью. Одно мгновение Бентли стоял у большого костра, протянув руку к священному копью. Следующее мгновение он погрузился во тьму. Он почувствовал себя так, словно катапультировал в затхлый темный чулан, резиновые стены которого сжимают его со всех сторон. Он проклял сверхэффективность устройства. Копье не таило угрозы. Оно составляло часть важного обряда. Однако протект, воспринимающий все буквально, истолковал его как потенциальную опасность. И вот теперь в темноте Бентли стал ощупью искать кнопку, отключающую поле. Как обычно, под влиянием силового поля нарушилась координация движений. С каждым новым применением протекта неуверенность в движениях возрастала. Он осторожно ощупал свою грудь там, где должна была находиться кнопка, но та соскользнула с места и отыскалась лишь под мышкой справа. Наконец он отключил поле. Празднество было прервано. Туземцы сбились тесной толпой и стояли на пружине в хвосты, с оружием наперевес, готовые защищаться. Гуаскль, оказавшийся в сфере действия поля, был отброшен на 20 футов и теперь медленно подымался с земли. Заклинатели уныло затянули очистительную песнь для защиты от злых духов. При всем желании Бентли не мог их осудить. Когда защитное поле протекта вводится в действие, оно принимает вид непрозрачного черного шара диаметром около 3 метров. Если по нему ударить, он отбросит обидчика с силой, равной силе удара. На поверхности этого шара непрерывно появляются, кружатся, переплетаются и исчезают белые линии, а при вращении раздается резкий пронзительный вопль. В общем и целом, зрелище едва ли было рассчитано на то, чтобы завоевать доверие примитивных и суеверных существ. «Извините», – произнес Бентли со слабой улыбкой. «Навряд ли к этому можно было добавить что-нибудь еще». Гуаскль подошел, прихрамывая, но остановился в отдалении. «Ты не можешь принять священное копье», – констатировал он. «Но не совсем так», – возразил Бентли. «Просто, словом, у меня есть охранное устройство, что-то вроде щита. Понимаешь, оно не любит копий. Не мог бы ты предложить мне, например, священную тыкву?» «Не будь смешон», – ответил Гуаскль. «Слыханное ли дело? Священная тыква». «Пожалуй, ты прав. Но прошу тебя, поверь мне на слово. Я не злой дух. Права же нет. Просто копья для меня. Табу». Заклинатели духов затараторили настолько быстро, что лингвосцен не успевал переводить. Он улавливал лишь отдельные слова. Злой дух – уничтожить очищение. Бентли решил, что прогноз кажется не слишком благоприятен. После совещания Гуаскль подошел к нему и сообщил. «Некоторые полагают, что тебя следует убить немедля, пока ты не навлек население великих бедствий. Однако я сказал им, что нельзя винить тебя во множестве твоих табу. Мы будем молиться за тебя всю ночь. Быть может, наутро посвящение окажется возможным». Бентли поблагодарил. Туземцы проводили его до хижины, а затем распрощались с необыкновенной поспешностью. В селении воцарилась зловещая тишина. Со своего порога Бентли видел, как туземцы собирались кучками и серьезно беседовали, украдкой поглядывая в его сторону. Скверное начало для сотрудничества двух рас. Бентли без промедления связался с профессором Слигертом и рассказал о случившемся. «Не повезло!» – заметил профессор. «Но первобытные люди славятся склонностью к предательству. Вполне возможно, что копье предназначалось не для вручения, а послужило бы орудием убийства. Вы бы приняли копье в самом буквальном смысле слова». «Я абсолютно уверен, что такого намерения не было», – настаивал Бентли. «В конце концов, надо же когда-нибудь верить людям». «Не тогда, когда вы отвечаете за оборудование стоимостью в миллиарды долларов». «Но ведь я же ничего не могу предпринять!» – закричал Бентли. «Неужто вы не понимаете? Они уже относятся ко мне с подозрением. Я оказался не в состоянии принять священное копье. Это означает, что я, скорее всего, злой дух. Что же будет, если завтра я не пройду обряда посвящения? Допустим, какому-нибудь болвану вздумается поковырять в зубах ножом, и протект меня спасет!» «Пропадает все благоприятное впечатление, созданное мною поначалу». «Добрую волю можно восстановить!» – сентенциозно изрек профессор Слигерт. «А вот оборудование на миллиарды долларов!» «Может, спасти следующая экспедиция!» «Послушайте, профессор, поедите мне навстречу! Неужто нет никакой возможности управлять этой штукой вручную?» «Совершенно никакой!» – ответил Слигерт. «Иначе сошло бы на нет само назначение устройства. Можно с тем же успехом и не надевать его, если вы собираетесь полагаться на собственные рефлексы, а не на электронные импульсы!» «Тогда объясните, как оно снимается!» «Остается в силе тот же довод! Вы можете оказаться незащищенным!» «Но послушайте!» – запротестовал Бентли. «Меня же выбрали как опытного исследователя! Мне ведь на месте виднее! Я ознакомился с местными условиями! Расскажите, как снять протект!» «Нет! Протект должен пройти весь комплекс полевых испытаний! К тому же мы хотим, чтобы вы вернулись целым и невредимым!» «Это другое дело!» – сказал Бентли. «Кстати, эти люди вроде бы не сомневаются, что могут убить меня!» «Примитивные племена всегда переоценивают могущество своей силы, своего оружия и своей магии!» «Знаю, знаю!» «Но вполне ли вы уверены, что они не могут проникнуть сквозь поле? Как насчет яда?» «Ничто не может проникнуть сквозь поле!» – терпеливо ответил Слигерт. «Даже солнечные лучи! Даже гамма-лучи! Вы носите на себе неприступную крепость, мистер Бентли! Неужели так трудно питать ко мне хоть каплю доверия?» «В первых моделях многое сплошь и рядом требует доводки!» – проворчал Бентли. «Ну ладно, пусть будет по-вашему! А может, все-таки скажете, как он снимается! Просто на всякий случай! Если что-нибудь пойдет не так!» «Желательно, чтобы вы перестали спрашивать об этом!» «Мистер Бентли, вас выбрали для полного проведения полевых испытаний! Именно это вам и предстоит!» Когда Бентли кончил передачу, стояли глубокие сумерки, и селяне уже разошлись по своим хижинам. Костры догорали, слышались голоса ночных животных. В этот миг Бентли почувствовал безысходное одиночество и щемящую тоску по родине. Он устал чуть ли не до потери сознания, но все же заставил себя поесть каких-то концентратов и выпить немного воды. Затем отстегнул сумку с инструментами, радио и флягу, безнадежно подергал протект и улегся спать. Едва он задремал, как протект пришел в действие со страшной силой, чуть не вывихнув ему шейный позвонок. Он принялся устало шарить в поисках кнопки, обнаружил ее примерно над желудком и отключил поле. Хижина была такой же, как обычно. Он не увидел никакого источника опасности. «Теряет ли протект чувство реальности?» – удивился он. Или же какой-нибудь тылянин пытался пронзить его копьем через окошко. Тут Бентли заметил, что крохотный детеныш Мабаки улепетывает со всех ног, вздымая клубы пыли. «Звереныш, наверное, хотел согреться», – подумал Бентли. «Но, разумеется, это чужеродное тело». Недремлющий протект не мог проглядеть такую опасность. Бентли заснул опять. Ему сразу же приснилось, будто он заперт в тюремной камере из ярко-красной губчатой резины. Он пытался отодвинуть стены все дальше, дальше и дальше, но те не сдавались. А когда он, обессиленный, наконец оставлял попытки, стены мягко возвращали его в центр камеры. Это повторялось снова и снова, пока, наконец, он не почувствовал толчок в спину и не проснулся в черном защитном поле. На этот раз найти кнопку было по-настоящему трудно. Он отчаянно искал ее на ощупь, пока не начал задыхаться от спертого воздуха. Его охватил ужас. Наконец, он обнаружил кнопку у подбородка, отключил поле и, не твердо держась на ногах, занялся поисками источника очередного нападения. Поиски увенчались успехом. От крыши оторвалась соломинка, которая попыталась упасть на него. Ясное дело, протект этого не стерпел. «А ну тебя!» – простонал Бентли вслух. «Хоть разок прояви благоразумие!» Однако он настолько устал, что ему в сущности все было безразлично. К счастью, в эту ночь атаки больше не повторялись. Утром в хижину Бентли зашел Гуаскль. Вид у него был крайне торжественный и в то же время смущенный. «Ночью в твоей хижине раздавался великий шум», – сказал заклинатель духов. «Словно ты сражался с дьяволом. Просто я всегда сплю беспокойно», – объяснил Бентли. Гуаскль улыбнулся в знак того, что оценил шутку. «Мой друг, молился ли ты ночью об очищении и об избавлении от злого духа?» «Это уж точно. Молился. А была ли твоя молитва услышана?» «Была», – с надеждой ответил Бентли. «Вблизи меня не осталось ни чистой силы, ни капельки». Сомнения Гуаскля не рассеялись. «Но вправе ли ты утверждать это с уверенностью? Быть может, тебе лучше уйти от нас с миром? Если тебя невозможно посвятить, то придется тебя уничтожить». «Об этом не беспокойся», – заявил Бентли. «Давай начнем». «Очень хорошо», – сказал Гуаскль, и они вместе вышли из хижины. Посвящение должно было состояться перед Большим костром на Деревенской площади. Еще ночью во все стороны были разосланы гонцы, так что на площади собрались заклинатели духов из множества селений. Некоторые прошли 20 миль, чтобы принять участие в обрядах и воочию увидеть чужеземца. Торжественно гремел ритуальный барабан, извлеченный из стайного хранилища. Селяне глядели, болтали между собой и смеялись. Однако Бентли уловил глухую нервозность и напряженность толпы. Танец сменялся танцем. Когда началась последняя фигура, Бентли нервно дернулся, потому что ведущий стал размахивать дубиной над головой. В вихре пляски танцор надвигался на него все ближе и ближе. Вот он уже в нескольких футах, а усыпанная стекляшками дубина кажется ослепительной вспышкой. Селяне смотрели, не отрываясь, как зачарованные. Бентли закрыл глаза, ожидая мгновенного погружения во тьму силового поля. Однако танцор наконец отступил, и пляска закончилась под одобрительный рев селян. Слово взял Гуаскль. С трепетом облегчения Бентли понял, что обряд посвящения закончился. «О, братья!» – сказал Гуаскль. «Чужеземец преодолел великую пустоту, чтобы стать нашим братом. Многое в нем странно, и его окружает нечто похожее на зло, и все же добрая воля его очевидна. Никто не сомневается, что по сути своей он честен и благороден. Сим посвящением мы очищаем его от злого духа и принимаем в свою среду». Среди гробовой тишины Гуаскль подошел к Бентли. «Отныне, – сказал Гуаскль, – ты заклинатель духов и воистину один из нас». Он протянул руку. Бентли почувствовал, что сердце его бешено заколотилось. «Он победил. Его приняли!» Он крепко стиснул протянутую руку Гуаскля. «Во всяком случае, хотел стиснуть. Это не вполне удалось, так как неизменно бдительный протект спас его от соприкосновения, возможно, таящего угрозу». «Проклятый идиот!» – взревел Бентли, быстро найдя кнопку и отключив поле. Он сразу же понял, что быть беде. «Нечистая сила!» – возопили заклинатели духов. Бентли в отчаянии обернулся к Гуасклю. «Да!» – печально промолвил молодой заклинатель. «Все верно. Мы лелеяли надежду, что древний обряд изгонит злого духа. Но это невозможно! Злого духа надлежит уничтожить! Убьем дьявола!» На Бентли обрушился град копий. Однако протект мгновенно отреагировал. Вскоре стало ясно, что дело зашло в тупик. По несколько минут Бентли оставался в защитном поле, затем отключал его. Телиани, видя, что он невредим, возобновляли огонь. Защита мгновенно срабатывала снова. Бентли хотел отойти к звездолету. Однако протект то и дело включался. При такой скорости передвижения понадобился бы месяц, а то и два, чтобы пройти милю. Так что не стоило и пытаться. Он просто переждет. Через некоторое время нападающие поймут, что не в силах причинить ему вред. И две расы, наконец, найдут общий язык. Он старался расслабить мускулы внутри поля. Но затея эта оказалась немыслимой. Он был голоден и очень хотел пить. И воздух внутри защитного поля постепенно становился все более спертым. Тут Бентли с содроганием вспомнил, что ночью воздух не проникал сквозь окружающее его поле. Естественно, ведь оно непроницаемо. Если не принять мер, недолго и задохнуться. Бентли знал, что самая неприступная крепость может пасть, если ее защитники голодают или задыхаются. Он лихорадочно принялся размышлять, долго ли тылиани будут вести наступление, ведь рано или поздно они устанут. А если нет? Он терпел сколько мог, пока воздух не стал совершенно непригоден для дыхания, а затем отключил поле. Тылиани расселись на земле вокруг чужака. Горели костры, на которых они готовили пищу. Ринек лениво метнул в него копье, и поле в который раз включилось. Ага, подумал Бентли. Сообразили. Собираются уморить меня голодом. Он попытался сосредоточиться в темноте, но стены чулана словно сдавливали его. У него началась клаустрофобия. Ведь воздух, которым он дышал, опять становился спертым. Немного подумав, он отключил поле. Тылиани глядели на него холодно. Один из них взялся за копье. — Погодите! — закричал Бентли. Одновременно он включил рацию. — Чего тебе надо, — спросил Ринек. — Вы слушайте меня! Это же несправедливо! Заманить меня в протект, как в капкан! — А? Что происходит? Раздался голос профессора Слигерта у него в ухе. — Вы, Тилиани, знаете, — хрипло продолжал Бентли. — Вы знаете, что меня можно уничтожить, непрерывно приводя протект в действие. Я не могу его отключить. Я не могу из него выбраться. — А-а-а! — сказал профессор Слигерта. — Я понимаю, в чем затруднение. Да-да, нам очень неприятно, — извинился Гуаскль. — Но злого духа надлежит уничтожить. — Конечно! — безнадежно сказал Бентли. — Но не меня же! Помогите мне, профессор! — Это действительно упущение, — бормотал профессор Слигерта в задумчивости. — И очень серьезное. Как ни странно, подобные случаи нельзя предусмотреть, сидя в лаборатории. Они обнаруживаются лишь при проведении всей программы полевых испытаний. В последующих моделях этот недостаток будет устранен. — Великолепно! Но я-то уже здесь! Как мне снять эту штуку? — Простите меня, — сказал Слигерт. — Поверьте, я никак не ожидал, что может возникнуть такая необходимость. По правде говоря, я сконструировал эти доспехи так, чтобы вы ни при каких обстоятельствах из них не выбрались. — Ах вы паршивый! — Прошу вас, — строго сказал Слигерт. — Не будем терять голову. Если вы продержитесь несколько месяцев, нам, возможно, удастся... — Не продержусь! — Воздуха! — Воды! — Огня! — вскричал Ринек с искаженным лицом. — Скуем дьявола огнем! И протект с щелканьем включился. В кромешной тьме Бентли старался обдумать все как можно тщательнее. Из протекта придется вылезать самому. Но как? В сумке с инструментами есть нож. Можно ли разрезать крепкие пластиковые лямки? Это необходимо. Но что потом? Даже если он выйдет из своей крепости, все равно до корабля остается миля. Его, лишенного защиты, убьет первое же копье. Ведь туземцы торжественно поклялись убить его, ибо он был непреложно объявлен злым духом. Надо бежать. Это единственный шанс на спасение. К тому же лучше погибнуть от копья, чем медленно задыхаться в непроглядной тьме. Бентли отключил поле. Тылиане окружали его кострами, отрезая путь стеной пламени. Он неистово рубанул по пластиковой паутине. Нож скользнул по лямке, а Бентли очутился в силовом поле. Когда он снова вышел, огненный круг уже был замкнут. Тылиане осторожно пододвигали костры поближе к врагу, уменьшая радиус этого круга. У Бентли душа ушла в пятки. Как только костры достаточно приблизятся, протект включится и останется включенным. Ему уже не удастся отключить поле нажатием кнопки. Предпочтение будет отдано сигналу непрерывной опасности. Пока туземцы поддерживают огонь, Бентли будет заперт в силовом поле, как в мышеловке. А если учесть, как относятся примитивные народы к дьяволам, вполне возможно, что они не поленятся жечь костры на протяжении ста, а то и двухсот лет. Бентли бросил нож, хватанул пластиковую лямку кусачками и разрезал ее наполовину. Затем снова погрузился в защитное поле. У Бентли кружилась голова. Он терял сознание от усталости и судорожно хватал ртом зловонный воздух. Сделав неимоверное усилие, он взял себя в руки. Сейчас не время сдаваться. Иначе конец. Он отыскал кнопку, нажал ее. Теперь костры были уже совсем близко. В лицо полыхнуло жаром. Он злобно щелкнул кусачками по лямке и почувствовал, что она отлетела. Он выскочил из протекта в тот миг, когда поле опять включилось. Его швырнуло прямо в костер. Однако он выпрыгнул из пламени, не обгорев. Селяне взревели. Бентли помчался прочь, бросая на бегу лингвосцен, сумку с инструментами, рацию, пищевые концентраты и флягу. Разок он оглянулся и увидел, что телиане бегут за ним по пятам. Но Бентли твердо держал свой курс. Изнемогающее сердце, казалось, вот-вот разобьет грудную клетку, а легкие сплющатся в комок и больше не вдохнут воздух. Но корабль был совсем уже близко. Дружелюбной громадой возвышался на плоской равнине. Он непременно успеет. Еще каких-нибудь двадцать метров. Впереди мелькнуло что-то зеленое. То был маленький детеныш Мабаки в шубке зеленого меха. Неуклюжий зверек пытался убраться с пути беглеца. Бентли свернул в сторону, чтобы не раздавить его. И с запоздалым сожалением понял, что никогда не следует нарушать ритм бега. Под ноги ему подвернулся какой-то камень, и он упал. Позади слышался топот приближающихся тылиан. И Бентли с трудом приподнялся на одно колено. Тут кто-то запустил в него дубинкой и угодил прямехонько в лоб. «Аргуайдрил?» Издалека спрашивал чей-то голос на непонятном языке. Бентли приоткрыл глаз и увидел, что над ним склонился Гуаскль. Он опять был в селении, в хижине. На пороге, наблюдая за ним, стояли несколько вооруженных заклинателей духов. «Ардрил?» Повторил свой вопрос Гуаскль. Бентли повернулся на бок и увидел рядом с собой аккуратно разложенные инструменты. Флягу, концентраты, рацию и лингвосцен. Он жадно приник к фляге, потом включил лингвосцен. «Я спросил, хорошо ли ты себя чувствуешь?» Сказал Гуаскль. «Конечно!» «Превосходно!» Буркнул Бентли, ощупывая голову. «Давай закругляться!» «Закругляться?» «Ты ведь хотел меня убить, не правда ли?» «Так не будем превращать это дело в балаган!» «Но мы вовсе не собирались уничтожить тебя!» Сказал Гуаскль. «Мы с самого начала знали, что ты хороший и добрый человек. Нам нужен был дьявол!» «Как?» Переспросил Бентли. «Он ничего не понимал. Пойдем, увидишь!» Заклинатели духов помогли Бентли встать и вывели его на улицу. «Там, окруженный морем огня, мерцал большой черный шар протекта. Ты этого, понятно, не знал!» Сказал Гуаскль. «Но на твоей спине сидел дьявол!» «Ух ты!» Выдохнул Бентли. «Да, это так. Мы старались выдворить его путем очищения, но он был слишком силен. Нам пришлось вынудить тебя, брат, стать лицом к лицу с этой нечистой силой и отбросить ее. Мы знали, что ты выдержишь это испытание, и ты его выдержал!» «Понятно», — сказал Бентли. «Дьявол на спине!» «Да, наверное». Таким и должен был им показаться протект. Тяжелый, бесформенный груз на плечах, изрыгающий черный шар всякий раз, как его пытаются очистить от скверны. Что же оставалось делать религиозным людям, как не постараться вырвать Бентли из когтей дьявола? Бентли заметил, что несколько женщин из селения принесли корзинки с едой и бросили их в огонь перед шаром. Он вопросительно посмотрел на Гуаскля. «Мы хотим его умилостивить», — разъяснил Гуаскль. «Ибо это необычайно могущественный дьявол, несомненно, умеющий творить чудеса. Наше селение гордится тем, что такой дьявол попал к нам в рабство». Вперед выступил заклинатель духов из соседнего селения. «Если у тебя на родине еще дьяволы, не мог бы ты привезти такого и нам, чтобы мы ему поклонялись?» За ним неторопливо вышли вперед и другие заклинатели. Бентли кивнул головой. «Пожалуй, это можно устроить», — сказал он. Он понял, что тут-то и завязалась торговля земли стельсом. И еще понял, что наконец-то найдено подходящее применение для универсальной защиты профессора Слигерта.